Здесь выберите ход за таля. Выберите из следующих продолжений. eD6. e берёт на d6. h4, атакуя слона или конь e2. Ход ed проигрывает после ладья берёт на f7, используя связку ладьи f4. Ферзь берёт на e6. Ферзь берёт на d4 ладью. Ферзь берёт ладью на f7. Тогда размен ферзей. И у чёрных подавляющее материальное преимущество 2 слона за 3 пешки белых. Значит, из предложенных ходов eD это самая грубая ошибка. h4. Это также слабый ход. Слон берёт ладью. Ферзь берёт. ладья берёт на f7. Это снова отвлечение ферзя. Ферзь защищает и слона, и ладью. После ладья берёт на f7. Он не может разорваться. Ферзь берёт на f7. Ферзь берёт ладью на d4. После ed ферзь берёт пешку на d6. И у чёрных лишний слон за пешку. Тоже большое преимущество. И последний ход. Это конь e2. В общем-то, единственная защита за белых. Так и сыграл Михаил Таль. Ферзь берёт на f7. Значит, после конь e2. Если пойти здесь... Конь e2, секундочку. Ладья берёт на f7 было сыграно. Связка ладьи на f4. h4 сыграл Таль. Слон берёт на f4. Конь и чёрные выиграли фигуру. Это фигура слон на c8, который пока не принимает участия в игре. И мы переворачиваем доску. Это значит, что следующее задание для вас. Выберите из следующих ходов за чёрных. dE. Конь берёт на e5. или d5. Как вы думаете, как было сыграно в партии? dE. Ошибка, причём грубая. После ладья берёт на d7 с шахом. Кроль d7. Ферзь берёт на b6. EF. Ну, у чёрных, то есть у белых, очень большое преимущество. Ферзь за ладью и слона. Но компьютер даёт довольно большое преимущество белым. Конь берёт на e5. Проигрывает. После ферзь берёт на e5. Вернее, компьютер не считает, что это сразу же так проигрывает. Но ферзь берёт на e5. Сильнейший ход. И у таля был бы здесь перевес. При равном материале, но пешка на d6 под боем двух фигур. Компьютер даёт преимущество белым, хотя ещё не подавляющим. Но в партии был сделан ход d5. Это лучшее продолжение. Хотя чёрный слон остаётся в заперти. Но этим ходом чёрные сохраняют как бы лишнюю фигуру. Даль пошёл g4. Ладья g7. g5. Размен на g5. Как чёрным здесь надо играть, чтобы реализовать свой материальный перевес. И это не так просто. У чёрных не так много хороших ходов. Задание. Выберите из следующих ходов. Ладья берёт пешку на g5. Ке8. Ке7. Кf8. Ке7. Или конь c5. Значит, сразу четыре хода на выбор. И только один из них правильный ход, который сделал гроссмейстер партии. Давайте начнём с неправильных ходов. Ладья берёт на g5. На этот ход следует. Конь берёт на e6. Ферзь берёт на e6. Ферзь берёт на g5 с шахом. И компьютер оценивает эту позицию как равную 2 фигуры у чёрных за ладью и пешку. И компьютер считает, что после Кc7 позиция будет равна. А в других случаях после Кe8 или ферзь e7 он даёт маленькое преимущество белым. То есть, чёрные этим ходом, ладья берёт на g5, выпускали весь свой перевес. Следующий ход, который мог быть сделан, Кf8, защищая пешку на e6. Тогда белый леталь мог бы здесь пойти. Конь берёт на d5, ed. Ладья берёт на d5 шах. Со вскрытым нападением на ферзя b6. Белых и чёрных спасают ход. Кc7, защищая ферзя. Ладья c5 шах. Кd7. Ладья d5 шах. Ладья c5 шах. После Кd7 была бы ничья. А в случае, если бы чёрные не захотели ничьей, и хотели бы большего, и пошли бы Кb7, то после ферзь f3 шах, двойное нападение на короля и на коня. Кb8. Но у белых ладья c5 под боем. Поэтому следует промежуточных шах. Ладья берёт на c8 шах. И теперь ферзь берёт на f8 шах. И ферзь берёт на g7. И белые оставались с тремя лишними пешками. То есть, Кf8 фактически проигрывал во многих вариантах. И Таль бы играл эту позицию белыми, конечно. Теперь есть два хода из тех, что были предложены на выбор. Например, Кe7. Этот ход не был сделан в партии, но он, в принципе, неплохой. Например, g6. Кf8. Фc3, нападая на слона. Конь берёт на g6. Фc8. Конь берёт на f4. Это, в общем-то, сильнейший ход. Потому что ферзь берёт ладью. Плохой ход ведёт к ничьей вечным шахом. Например, fc8, ничья. А в случае Кf8 чёрные проигрывают после конь берёт на e6. Коневая вилка. И следует мат в два хода. В этой позиции правильный ход. Конь берёт на f4. Фc3, шах с нападением на ладью. Фc4. И оказывается, что у белых ничьей нет. Фc4. Кg5. Значит, нет вечного шаха, а у чёрных лишняя ладья. И, значит, чёрные выигрывали здесь и даже после хода король e7. Но в партии был сделан другой ход. Это ход король e8. Тоже хороший ход. Значит, гроссмейстер Платонов тоже рассчитал. Нашёл такой ход король e8. Очень сильный. Для того, чтобы сохранить материальный перевес. И не попасть на такую, на тактику, которую мы до этого начали.